В дежурную часть отдела полиции по городу Артему поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный похитил у ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон. Сумма ущерба 7 тысяч рублей. Полицейским установлено, когда подросток возвращался домой в районе гаражного кооператива, неизвестный мужчина напал на него, открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Но при встрече со стражами порядка правонарушитель попытался избавиться от вещественного доказательства. Он бросил средства связи на землю, в результате чего телефон разбился. Подозреваемого 18-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. К слову, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Из мест лишения свободы он освободился совсем недавно, в июне этого года. Сотрудники уголовного розыска установили причастность подозреваемого к пяти преступлениям – грабежам, разбойному нападению и краже. Задержанного вновь заключили под стражу. Кто-то пытается пойметь выгоду открыто, ну а кто-то сперва втирается в доверие, как это сделала жительница Уссуриска. Таким способом она обманула 40 инвалидов по слуху. Фигурантка представлялась своим жертвам, работникам московской страховой компании и обманывала их о возможности этой компании произвести оплату кредитов при наступлении некоего страхового случая. При этом, согласно условиям так называемой лыжестраховщицы, 60% от суммы, выданного потерпевшим банковского кредита и сам кредитный договор, они должны были передать ей. А 40% могли оставить себе в качестве денежного вознаграждения. Действуя по этой схеме, женщина собрала с доверчивых граждан более 8 миллионов рублей. В итоге суд признал обвиняемую виновной по статье мошенничества и приговорил ее к 4 годам лишения свободы. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.